Два человека пострадали, когда девушка влетела в крыльцо торгового комплекса в Магнитогорске. Известно, что за рулём находилась несовершеннолетняя, у которой не было водительских прав. Как это было, покажем прямо сейчас. Момент аварии сняла камера наблюдения. Эту съёмку уже отсмотрели инспекторы ГАИ. Не сбавляя скорость, машина несётся в здание. В этот момент здесь четверо человек. Отпрыгнуть удалось не всем. Двое попали под колёса неуправляемой машины и пострадали парень и девушка. Позже выяснилось, 19-летний владелец ВАЗа дал покататься на машине своей 17-летней подруге. Они катались на парковке возле ТРК. И в какой-то момент девушка не справилась с управлением. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики. На девушку составили протокол за управление авто без прав. Также к ответственности привлечён молодой человек, который пустил за руль подругу. В Аргояжском районе пьяный подросток на ВАЗе вылетел с дороги и въехал в столб. 16-летний пьяный парень, управляя автомобилем ВАЗ, не выбрал безопасную скорость и на закруглении дороги съехал в кювет. В результате пострадали водители два пассажира. Одному из них оказали разовую медицинскую помощь. Подростку и 36-летнему мужчине, который находился в автомобиле, назначили амбулаторное лечение. В Челябинской области автоледи чуть не угробила мужчину. Женщина-водитель не справилась с управлением. Она и её 46-летний пассажир получили травмы. Благо, они тяжёлые. Госпитализация не потребовалась. В Челябинске один человек пострадал в результате аварии на перекрёстке. На пересечении Каслинской и работниц столкнулись Лада Гранта и Киа. В иномарке даже сработали подушки безопасности. Пострадал 57-летний пассажир Киа. Мужчина отправлен на обследование. А в Миасе ночью загорелся Ниссан. Инцидент произошёл на улице Лихачёва. По данным МЧС, огнём уничтожило моторный отсек. Повреждён салон автомобиля. В МЧС сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.